Меня зовут Алексей Ницца и сегодня я расскажу о том, как загрузить фотографии на Flickr, указать лицензию Creative Commons и разместить их на своем сайте. Все мы знаем, что для своих проектов и презентаций нужно использовать фотографии, которые распространяются по лицензии Creative Commons. И начать поиск следует с сайта searchcreativecommons.org. Одним из самых популярных сайтов, где есть такие изображения, это Flickr – фотохостинг от компании Yahoo. Здесь можно найти интересные фото для своих целей с айцензией, которые позволяют их свободное использование. Flickr – это один из крупнейших фотохостингов, предоставляющий своим пользователям 1 терабайт для фото и видео совершенно бесплатно. Стоит отметить, что 1 терабайт – это 1000 гигабайт. Для начала использования сервиса необходимо зарегистрироваться и получить учетную запись в Yahoo. После входа я попадаю в свою фотоленту, которая пока что пуста. Новым пользователям рекомендуется посмотреть более подробную видеоинструкцию, которую можно также пропустить. Первым шагом необходимо выбрать фото на вашем компьютере, которое вы хотите загрузить на Flickr. Важно, чтобы это были фото, на которые у вас есть права. Например, они сделаны вами или вашими друзьями-знакомыми, которые не против размещения этих фотографий. Выбрав нужные фото, они загружаются в фотопленку. Следующим шагом необходимо добавить описание каждой фотографии и указать нужную информацию. Выбрав фотографию и нажав Edit, открывается окно редактирования, где нужно указать название и описание фотографии. Права доступа, если вы хотите, чтобы ваши фото отображались в поиске. Их нужно сделать публичными. Также можно указать, кто может комментировать, присваивать теги и отмечать людей на вашей фотографии. Самым важным пунктом является выбор лицензии, в соответствии с которой эта фотография может быть использована. Можно полностью закрыть свободное использование и указать All Rights Reserved, или полностью открыть, указав Public Domain. Мы же рекомендуем выбрать лицензию Attribution Share Alike. Это лицензия Creative Commons, которая позволяет использовать вашу фотографию и видоизменять даже в коммерческих целях, но с указанием автора и ссылки на первый источник. Выбор лицензии для ваших фото должен соответствовать вашим целям. Чем больше прав по лицензии, тем больше шансов, что именно ваши фотографии будут попадаться в результатах поиска, и пользователи будут использовать их в своих проектах с ссылкой на вас. Также можно указать теги для фото для лучшей индексации. После редактирования я нажимаю кнопку Save и проделываю этот шаг со всеми другими загруженными фотографиями. При этом у каждой из них может быть свой тип лицензии. Итак, я загрузил фото и теперь хочу встроить их на свой сайт в виде галереи или слайд-шоу. Это удобно тогда, когда вы не хотите перегружать свой сайт и заполнять дисковое пространство на вашем хостинге. Чтобы встроить нужные фотографии на свой сайт, самым простым способом будет объединить их в альбом. Для этого я выбираю все фото и нажимаю Add to Album, после чего ввожу его название и описание. Теперь у меня есть альбом с фотографиями, который отображается в разделе Albums. Нажимая на него и переходя к конкретной фотографии, я нажимаю кнопку Share, где есть возможность встроить фото с помощью кода. Так как фотография принадлежит альбому, то при встраивании будет отображаться весь альбом. Вставляя код на сайт и вижу, что фото отображается на сайте в виде слайд-шоу. Фотографии можно свободно листать. При необходимости фотографии можно вставлять каждую по отдельности. Теперь я посмотрю, отображаются ли мои фотографии в результатах поиска. Для этого я захожу на сайт searchcreativecommands.org, выбираю сайт Flickr и ввожу остров Альхон. Как видно, мои фотографии теперь есть в результатах поиска, и другие пользователи могут их использовать с указанием автора и ссылки на первоисточник. Таким образом, с помощью фотохостинга Flickr можно не нагружать свой сайт при загрузке большого количества фотографий и использовать 1 терабайт бесплатно, а возможность указывать нужную лицензию для ваших фотографий поможет быстрее их распространять ссылкой на автора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok